Итак, всем привет, с вами ТопК, мы продолжаем играть за Украину в Кайзеррайх, и в прошлой серии мы подъявили восстание, остаются еще волнения после восстания, остаются еще не сделанные реформы, революции, индустриализации, в общем, куча у нас все еще проблем, с ними справляться, но ради этого мы и здесь. Вы, кстати говоря, здесь, если вдруг еще и без подписки, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем, поехали. Ну и начинаем, наверное, умиротворение, а вот что еще нам делать. Комитетерников, у нас декапитуляции разделись на ячейки, и никто, да, не организованный. В принципе, понятно, плюс стабильность и минус ресурсы людские. И начинаются у нас выборы, ну так фокус какой-то надо брать, я беру комитет по реформированию армии, очень я не люблю, когда фокусы вот так вот залочены, и ты реально качаешь военную ветку, хотя казалось бы, надо качать что-то еще. И выборы в Украине 37-го года, первое партизанское правительство, ну да, победила текущая партия, потому что все было очевидно. Смотрите, если мы не выполним свои какие-то обещания, то другие ребята возьмут, возьмут дело в свои руки, и так, я отменяю фокус, ну господи, как я вот это не люблю, что тебе надо что-то отменять, либо здесь ждать, пропускать, так или иначе. Давайте начнем со судьбы СГД, и давайте вот сюда, потому что здесь командные ресурсы, популярность и стабильность, это даст нам палитку на дистанции, и мы здесь начнем дальше умиротворять территории за командные ресурсы. Отлично. Так, да, Шемет получил, в общем, это полномочия и обязанности, вот эти енция была краткая, и все понятно. И нам нужно теперь сделать вот эти миссии, как раз таки три, как я понял, назначить себе Гачубея, потом делать фокус, необходимый компромисс, либо прекращение сотрудничества. То есть, один из вот этих. Окей. И еще нам нужно набрать просто 35 поддержки нашей партии, что, по идее, несложно. В Америке тоже началась гражданская война, видимо, они за нами решили посмотреть, поняли, как надо двигаться, и поехали туда же. Иди, смотрите, то есть время к заданию, наверное, на всякий случай давайте нажмем, звучит как что-то полезное. Ага, да. Плюс дважды можно повысить популярность, и можно стабильность поднять. Стабильность звучит приятно, но давайте не будем слишком дурать из политики, обычно на что-то еще бывает нужно. Вот, начало земельной реформы и индустриализации. Так, как я и думал только что. Индустриализация, земельная реформа, ух. Конечно, да, сейчас у нас пойдет. Куча всяких вещей. Что ж, что ж, что ж. Давайте, наверное, сразу пойдем в вот этот самый необходимый компромисс. Так или иначе нам нужен он. Он нам будет давать, смотрите, плюс промышленные баллы каждые 100 дней, то есть как будто неплохо. Сюда мы еще, да, не можем, в принципе, дойти. Тоже дойдем. Нужно и земельной реформы заниматься сейчас, и реализации. И как я вижу, вот это, конечно, неплохо, я бы очень хотел это сделать, но мне нужно сначала чуть-чуть вот с этого, потому что здесь дается политка, видите, и прирост политической власти повышается, и ТНП повышается. То есть, по идее, там, наверное, потом будет другой баф здесь, видите, поэтапно будет избавляться у нас наш дебаф. Но, тем не менее, выглядит очень полезно. И о сотрудничестве с рыночком. Они действительно могут быть полезны, мы как раз-таки с ними и сотрудничали изначально. Но здесь все одинаковые кнопки, так что начинаем. Давайте снизу вверх. Через 20 дней у нас и баллы дадут, и самое главное, политка и прирост политки. И что скажут австрицы, на что? А, смотрите-ка, австриец хотел... Сейчас стал тоже восстание. Посмотрим, что скажут австрицы, да. И смотрите-ка, его яхта потеряла курс на Днепр. В общем-то, очень смешное оправдание дали, но они очень хотят, чтобы мы его освободили. И что это у нас? Новая оппозиция гетмоната, национал-популисты, продержка войны. Они пока таковысят движение, но если мы не выполним, они смогут вырасти. То есть, короче, я понял. Если мы провалимся, то они поднимут бучу. Я думаю, еще можно взять займ от Германии, что даст нам политку, по идее. Да, через 70 дней плюс 80 политки дастся нам. Мы ее потратим, я думаю, на земельную реформу изначально. Ну, еще нам будут периодически, видимо, вот так вот накидывать. Нам нужно 90 для наилучшего духа. Значит, мы вот столько и будем пытаться набрать. Так, гетмонский контроль готов. Нужно еще вот эти две выполнить. Я думаю, приоритетней, конечно. Политический сейтинг нам очень нужен, тот самый. Так, давайте начнем с чего? Прораз базовой стабильности. Смотрите, чем больше у нас объем земельной реформы при нажатии сюда, тем больше мы получим стабильности, но при этом наоборот. Будем получать меньший тип изменения баллов. Понял. Ну что, давайте, наверное, начнем со стабильности. Мы так иначе это, наверное, хотим взять. А стабильность лучше взять, чем раньше, тем лучше. И взять на парке больное хозяйство с аптиди-фермером. Минского строительства ТНП. Ага, понял. То есть земельную реформу бафнуться, либо промышленность. Я думаю, земельную, потому что промышленность, по идее, мы хотим сами нажимать. Здесь куча фабрик дается. На Российский Союз на Украине у нас еще интересная организация такая есть. Но у них... Да, им не повезло. Они не сильно пользуются успехом, что логично, потому что мы как бы делились независимостью. У нас как будто не самое хотел. Ну, ладно, это, наверное, из-за одинаковых партий, да? Да. У нас такие нейтральные отношения. Здесь позитивных у нас нет сейчас. А прощаться в правительство не может быть. Компромисс, либо исключение. Я думаю, нам нужно отказаться, потому что он хочет, чтобы мы его исключили. Но звучит, конечно, интересно. Там дается политика за это. Но мне кажется, это создает плохой прецедент. Мы хотим не иметь никакой коррупции. Такой вот непонятной, невнятной. Патин конкретно направлено в лучшее состояние страны. Вот так назначаем Николая Кочубея. Он даст нам 8 стабильности, но потом будет еще больше. И теперь нам нужно добиться еще популярности партий. Ведь больший. И на этом, в принципе, наши все задания будут завершены. Может, нам что-то еще за это дадут. Сидеть для ветеранов. Земельный реформа или популярность? Вот тут давайте возьмем популярность. Стоит это выполнить уже скоро. Русская угроза. Экономический спад закончился в России. И они восстанавливаются. Претензии на свои бывшие имперские территории. Отключая нас. Восточно-европейское оборонное сотрудничество у нас появляется. Я так понимаю, это со всякими фрористическими властями. Нет, пожалуй, мы будем сами защищать себя. А потом, может, и наших союзников тоже. И поможем. Как будет, но палитку отдавать мы не можем. Увы, нам сейчас она очень нужна. Так же, думаю, нам стоит вот сюда выйти. Получить политическую власть. Какой-то ивентик. Может, тоже он даст популярность. Было бы неплохо. Но, наверное, я... Мы сейчас палитку закинем дальше вот сюда. Реформу, да? Чтобы как бы подальше бафы шли. В принципе, и прогресс шел. И палитка там прибавляется, мы видели. Можно также нажать что-то вот сюда. Типа вот это нажать. Здесь очень неплохо так фабрик дастся. Тут и сюда хотелось бы, но Игрешение дает нам популярность не нам. А значит, надо чуть-чуть с ними подождать. И надвигающаяся российская угроза, наша свобода не будет потеряна. Такие, я понял. Плюс поддержка войны, это приятно. Лига сельская местность не имела сильных позиций в сельской местности, только среди интеллигенции. И так как левых мы задушили, теперь они начали искать там поддержку. Это плохо. Они получили популярность. Смотрите, я нагрел кнопочку здесь на популярность. У нас еще вот здесь вот будет, если что, вот можно получить популярность. По идее. Поэтому мы закидываем сюда уже до этого. И две вот этих промышленные зоны раскачиваем. Там популярность предастся только потом, после этого таймера. Так что, по идее, вообще проблем быть не должно. Инстагерма не призвала войну. Она, кажется, слава богу, закончила быстро. Но из этого у нас упала стабильность. А значит, упал прирост политки. Черт возьми, это неприятно. Но ладно, они, по идее, должны быстро закончить это. Но это очень раздражает. Однозначно. О, и еще один обращается в правительство. Смотрите-ка. Не будем вмешаться в его. Нет, мы не играем в любимчиков. Все. Все будут одинаково справедливы. И формированы. Все начинаем там потихоньку свои кампании реваншистские. Мы смотрим туда так, легонечко. И готовимся. И вот, поддержка выросла достаточно. Прекрасно. Это все готово. Так, а зачем у рода не конца? Стабильность? Либо популярность текущей партии? А, слышите? А идея, я думаю, стабильность у нас будет хватать. Давайте популярность. Потому что это тоже конвертируется у нас в стабильность. И дальше вкладываемся, я думаю, побольше. Да, вот земельную реформу. Только два одновременно. Окей. Дальше идем, наверное, вот сюда нефть и фабрика. То, что надо. Нам покатим дальше по политке. У нас тут будет неплохой фокус на фабрике. Еще плюсы к, в общем-то, самой этой механике. По идее, тут еще темпы исследования всякие, пророст населения. И самое главное, стабильность поддержки военных темпов исследований. Вот это вот. Животенная страна у нас будет. Вернемся и получим кучу темпов исследований. Ну, по крайней мере, избавимся от наших неприятных дебафов. Болото Полесье. Страна что-то не перевели. Ну, допустим. Может, Полесье переведено, потому что это сам стыд переведен. Ладно. Крутая землянодезица экономически невыгодно для освоения. Много не используемых земель. Можно попробовать осушить болото. Благосрочный перспектив, это может быть выгодно. Это не самая хорошая идея, именно как это по природе, да? Потому что болото просто осушить не стоит. Но технически... Да? Да. Допустим. Цена на пшеницу. Давайте делать прибыль. Либо каждая заслуживает дешевой еды. Ну, я думаю, каждая заслуживает дешевой еды определенно. Мы опять воюем. Теперь солнце Линдии, господи. Это же будет бесконечность вообще. Наш экспорт растет. Вышла на зеленые показатели. Прекрасная. Стала наоборот еще лучше, потому что Америка теперь не экспортирует. И мы, в общем, выиграли от войны в Америке. Можем государство возьмать свою долю, либо фермер сохраняет прибыль. Я думаю, мы берем второе. Потому что это на год баф. А у нас фабрика и так ни грена нет. То есть, ну... То, что мы там что-то себе бафнем в одну фабрику или получим, это пыль. А 5 стабильности и популярности, это очень даже... Да. Ой. Вот что нас призывает? Вот-вот-вот минусы быть субъектом. Да. Можно теперь смотреть. Судьбу заговорщиков решить с ним союз. Либо перевести на второстепенный должность. Звучит нормально, потому что скептицизм у нас уже нет. Мы механик, которые победили. Ведь если бы мы не задерживали, кстати говоря, то могли бы получить еще вот эту кнопку. Что не суперсильно, но, наверное, было бы приятно. Но я, очевидно, этого не знал. Про 20 дней задания. Либо... Так. Крисовский. Это какой-то генерал. Давайте поизучаем, что это за генерал. Вот он. Я так его не хочу. Устроить лидер, я их не люблю очень. Так что давай на пенсию. Так, встреча в Александровке. Сдержанная встреча была у нас. Постание правильности... Показала, что правильность и мудрость наших замыслов. Опираться на различные социальные отделения, на классы. Где-то он должен служить символом единства. Или украинцев его защищать, сохранять традиции. Прекрасно, прекрасно. Наше дело самое праведное. У нас сразу куча, смотрите, чего выскочила. Давайте по очереди. У нас есть казак тут, да. Он ненадежно считается среди ШД. Не диссертировал войска. Коско. Это жестокий казак. Можем его заменить? Выбрать... У нас нет оболнений, да. Так что я думаю, его стоит заменять. Либо к суду. Ну, мы его просто заменим, я думаю. А, приоритет. Что нам важнее? Гемельная реформа, либо индустриализация? Это, кстати говоря, хороший вопрос. Потому что мы бы хотели сделать и то, и то. По идее, надо в земельную реформу, потому что индустриализацию мы еще получим. Наверное. Потому что у нас здесь кнопок намного больше. Нам бы их подожмать только успеть. У нас еще в фокусах есть всякие индустриализации тут. Так что я думаю, нормально. Так, ликероводочный бум. Мы выделяли, собственно, любые заводы. И спиртзаводы очень жестко развелись. Можем преобложиться в это. Ну, алкоголит, а напиток дьявола, а я же. Так, ограженный демократ разоручен как не так, как да, а межпартирное едится наружно. Идеально. Я не очень понимаю, почему это идеально. Ну, ладно. Так, намерен не бойкотировать. И призвал других членов ДХП сделать то же самое. Это, наверное, мы. Что-то по плану. Нюанс этого плана в том, что я понятия не имею, что это за план. Успешная реформа. В ответ оказывают поддержку. Позрождение в отличном итоге будет хорошим. Отлично. Оружение болот. Надо продолжать делать это до слоты. Регион, то есть тоже слоты. И баллы. Баллы мне нужны. Это актер, к которому мы долго шли. Она ничем не отличается от предыдущих. Но это не так. Итак, начнется наша трансформация. Консолидация ОСХД. Прямо после решения всей ветки фокуса ОСХД. А, то есть, я так понимаю, нам нужно сейчас будет разбираться со всем. Ну, в общем, все очень не уверены. Но Шемет, которого, я так понимаю, все не любили и не ожидали, начинает завоевывать какую-то поддержку, какой-то авторитет. Он начинает. Просто было написано, что он начинает и, собственно говоря, заканчивает собрание. Это должно быть. Значит, наверное, все правильно. Я вижу, что там апотикорганические нации, но я не вижу, где это. А, вот оно. Я понял, что это дуб будет сейчас потихонечку модифицироваться. Стабильность выше 50. Хотел бы иметь стабильность выше 50, но в Индии сказала, увы. И мы в этой войне тоже сказали, увы. Давайте-то вот сюда пойдем. Пока что, то есть, два фокуса братья, надеяться, что Германия сможет победить в чертовой войне. Словие православной церкви. Ага, они хотят, чтобы мы их не реформировали, я так понимаю, особого режима. Да, они не корпорации, нечастные лица. Прямятся к благу народа. Владел или Христос землей? Хороший вопрос. Земельная реформа должна продолжаться независимо. Все равны. И в Италии возобновляется гражданская война. Достаточно быстро, обычно она как-то, мне кажется, попозже, но вот я ошибаюсь. Слушайте, немцы что-то там начинают делать, как будто они могут завершить эту войну, было бы неплохо. Ой, смотрите, если здесь уже агентство, то 30 политки дает. Это нам надо. Нам прям очень надо. Политку уберем, потому что это мы цирки обменяем на политку, считается. Да, слушайте, они справились. Молодцы. У нас теперь снова есть стабильность. Тогда давайте вот сюда. Это прямо оно. То, что нам нужно быстрее. Рост поддержки среди крестьян. Потому что у нас реформа прогрессирует. И все все больше видят, что мы заботимся о них. Прекрасно. Проблема у ДХП. Высходы старших партнеров. Ага. Обседине внимание или можно их успокоить? Успокаивает стабильность. О, новый доказательный орган. Всеукраинское собирание классов. Прекрасно, прекрасно. Первое реальное достижение. И продолжаем реформу. У нас осталось здесь еще два решения. Сейчас их запустим. Они на кэшбэк, если что, политку. По идее, я наверное думаю, что нам здесь потом дадут. У нас это даст плюс 20. Это будет 85. То есть еще где-то с каких-то решений мы что-то получим, наверное. Вот здесь вот я еще вижу 5. А здесь 2. То есть это 7. Нормально. Так, положить конец парламентскому хаосу. Классовая организация. Давайте, давайте сделаем это. Благодарность социал консерваторов ниже 5. Она ниже 5. Значит еще плюс стабильность. По идее, нормально. О, нам артиллерию подарили. Спасибо. Вопросы о налогообложении. Земельная реформа, либо не то, что нам нужно. Нужно, нужно, конечно. Конечно, ну. Нужно хео в вмешательстве СССР и протопиться в работу правительства. Ага, финансы и социальное положение для влияния на процесс формирования выборов местных и региональных советов. Я думаю, стоит расследовать. К нам король август. Польский пришел. Здорово, мужик. Мы можем сказать. А мы застраиваем жизнь в дороге. Да, уже такую солидную часть инфраструктуры тоже уже сделали. Корно. Тимулирование нового экспорта. Семян. Традиционный культур. Либо перспективы. Это будет стоить. Давайте да. Давайте да. И... Не гвозь крышку гроба. Это не переворот. Клянусь. Так все и говорят. Так, промышленный балл выше, чем 70. Надо добиться, надо добиться. 70. Пока значит рано это брать. Давайте 100 политики здесь нужно для доп. Бонуса. Давайте вот сюда тогда. Спекуляции с субсидиями. Слушайте. По идее, по идее, нам уже хватает на все. Возьмите на реформе, верно? Значит, нужно теперь пустить именно индустрию. Да, 90 уже есть тут. 100%. Все, теперь в промку вкладываем. Реалитогазательства, если слухи были правдивы. Махинации невероятных масштабов. Убрать чиновников, либо строго предупреждения, чтобы они стоялись. Да, да. Я думаю, нам нужно точно быть строгими с ними. И у нас в виде протеста в Чернигове. Они говорят, что крайне неравномерна у нас собственность в регионе. И можно поводить бояться от лоббирования. Либо мало что можно сделать. Давайте нажмем на всякий случай, чтобы потом ничего плохого не случилось. Стабильность мысли что вернем. У нас еще есть фокусы тут на стабильность. Волынские полики подают петицию правительству. Смотрите-ка, они составляют значительную часть элиты западных районов. Они должны, да, подчиняться, как и все. Смотрите-ка, опять на западе польского, а крестьянство украинского. Ага. Стоит направить на Украине этого разрыва. Конечно. Стоит гетманат. Стабильность дали. Прекрасно. Обман системы. Смотрите, как кто-то обходит. Подавая излишки земель друзьям-родственникам. И они задают в аренду. Никого преступления не совершается формально. Понял. Ну, как я и говорил, мы... Это вот нормально-нормально земельные реформы. По идее, у нас есть запас, если вдруг еще будут отнимать. В принципе, в основном эта идея была у меня, когда я давал дополнительные плюсики. Вот так у нас здесь есть 100 политики. Тут нам 15 ставки закинули. И по минус 20 ждали популярности социалистов. Хотя без ранения там столько и не было. 70 промышленности у нас все еще пока нету. Можно зато теперь заливать вот сюда. Я думаю, кучу политки. Ну, вот этот фокус уже можно, наверное, взять. Вот сюда, да. Все еще мы ждем 70. Не спешим, потому что... Можем еще сверху, типа, накинуться. 3% было бы полезней. Подождать, а не спешить. Тракторы. Налоговложение либо пусть продают. Налоговложение либо пусть продают. Нет, надо, конечно, пускай продают. Вполне себе. Единственное, что я волнуюсь, я сделаю Днепрогресс. Вот это вот. А тут еще есть два фокуса, которые я один, наверное, успею. Да, успеваю. А вот этот, последний, финальный, нет. Фабрик, инфраструктура, лечики строительства, сталь. То есть, ну, полезное. Если бы можно было как-то продлить вот этот фокус, тогда я бы, наверное, так и нажал. Ну, мы и так уже неплохо сделали. Тут самое главное набрать вот это вот. Я не сразу заметил, что здесь так долго все будет длиться. Особенно вот этот. Ну да, раз поддержки среди крестьян постоянно выскакивает. Популярность растет уверенно. Нормально даже вот эти еще кнопочки. Скоро строительства за палитку. А здесь у нас минус стабильность на плюс просто прогресс. Звучит полезно. Там, если что, потом видите, компактник палит силой. Если мы превысим. А здесь стабильность. То есть, превышать не страшно. Сыгра все еще есть вот этот вот дух. Фокусная вещь была завершена. То есть, надо все-таки добить эти все фокусы, чтобы у нас стабильность не отнималась. Так что возьмем вот это, вот это потом. Ну и потом уже, по идее, будет 70. И мы сможем получить баф с 70. Ну ладно, давайте, наверное, завершим уже индустрируется в следующей серии. У нас очень неплохо развивается сейчас страна. Конечно, да, мы не слишком большая. У нас по сравнению с нашим соседом все грустно. С Германией это тем более. Но сейчас мы получим неплохо так фабрик отстроились. Мы уверенно их продолжаем строиться. И потом будем жестко строить военные заводы. Учитывая, что у нас будут очень сильные бафы. У нас, по идее, будут очень сильные бафы. Что вот отсюда. Что вот отсюда потом. То я думаю, мы сможем догнать. А может в один момент и перегнать. Минимум по производству. В саму числу заводов вряд ли. Так или иначе. С вами был Дубгейм. Подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твич, скорбылся. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.